Сегодня лавры ведущего экономиста Республики Башкортостан в нашем эфире неожиданным образом перехватывает дела Розакуановна Гундорова. В минувший четверг она собрала небольшой круг интересующихся, в том числе и меня, кстати говоря, и сделала антидоклад о пятилетке Хабирова. Доклад этот, к моему удивлению, содержал достаточно большое количество данных, которые, по крайней мере, на меня произвели впечатление, и, тем не менее, они лишь подтвердили те тезисы, которые мы многократно озвучивали в наших выпусках, и вообще не только мы так думаем. Тезисы о том, что экономическая политика Хабирова в регионе, это, конечно, абсолютный фейк. Ну, еще касались немножко неисполнения обещаний, и неисполнения обещаний не только народу, но и самому Владимиру Владимировичу Путину. Это вот тоже коснулось госпожа Гундорова, оценивая деятельность Хабирова на посту главы региона на протяжении последних пяти лет. Так вот, по пунктам то, что меня заинтересовало в докладе об итогах работы Хабирова в последние пять лет. Первое. В республике Башкортостан несколько лет подряд снижается собираемость земельного налога. Вопрос почему? Вроде бы земли сдается больше в аренду, земли больше продается, а налоги с земельных вот этих сборов падают. Парадокс. Что-то здесь нечисто. Дальше. По данным Росстата, в республике Башкортостан работает миллион девятьсот тысяч человек. Причем, по данным налоговой, платит НДФЛ только полтора миллиона человек. Куда делись четыреста тысяч? Они не работают или не платят? Ну, это вопрос госпожи Ивановой, которая с пеной у рта доказывает, что у нас минимальное за все время наблюдение безработица в регионе. Еще одна цифра. В республике Башкортостан 51% работающих это бюджетники. А значит, что их НДФЛ это всего лишь перекладывание денег из одного кармана в другой. Ну, то есть государство сначала им платит зарплату, а потом вычитает из государственных денег в пользу государства налог на доходы физических лиц. Согласитесь, абсурд. Следующая цифра. Только 67% жителей республики Башкортостан имеют легальный доход. Опять же, по данным налоговой. Из них 29% это пенсионеры. А исходя из собираемых сумм налога с доходов физических лиц, а это 360 миллиардов рублей в год, мы понимаем, что средний доход работающего и платящего налоги жителя Башкирии составляет примерно 300 рублей в день. То есть это наводит на мысль о том, что огромная масса доходов находится в тени. При этом население республики тратит на 57 миллиардов рублей больше, чем официально зарабатывает, отчитываясь налоговой инспекцией. Ну, вот так вот нам рассказывает госпожа Гундерова. Еще одна интересная цифра. В республике Башкортостан 886 сельсоветов. Ну, это всего сельсоветов. Из них в 562 сельсоветах зарплата ниже минимального прожиточного уровня. Причем, даже невзирая на то, что платить зарплату ниже МРОД запрещено законом и наказуемо. И при этом всего лишь 26 крупнейших предприятий республики формируют 80% налоговых выступлений. Вот такие перекосы нам проиллюстрировала госпожа Гундерова. Повторюсь, мы, конечно, обо всем этом и так знали, но, возможно, не было точных цифровых показателей вот этих процессов. То, что население нищенствует, мы знаем и так. То, что существует достаточно большой серый оборот налички серых зарплат, это известно давным-давно. Но цифр, по крайней мере, не было. И еще несколько цифр. Более 70% предприятий, получивших бюджетные средства, используют их нерационально или попросту крадут. Это исходя из статистики, видимо, расторгнутых контрактов или исполненных с какой-то кривизной. Не знаю, откуда вот эту статистику взяла госпожа Гундерова. И совсем уже печальные итоги, это то, что в республике Башкортостан сейчас собирается налогов торговли и услуг больше, чем налогов, например, с производств. При том, что мы долгие годы и десятилетия гордились тем, что Башкортостан все-таки индустриальная республика. Ну и завершает госпожа Гундерова свой печальный доклад тем, что 100% муниципалитетов являются у нас дотационными в республике. Ну это совсем, кстати говоря, плохо. Ну, собственно, подытожила дела Розакуановна пятилетку Хабирова достаточно метко, назвав ситуацию так, цитирую, Ситуация стабильная, тонем. Ну, вот так она это охарактеризовала. В целом, она достаточно точно описала ситуацию и указала на главного виновника, господина Хабирова. А вот в России же, на самом деле, не один вопрос, а два, да, кто виноват и что делать. С первым вопросом у Гундоровой все, в принципе, нормально. Виноват у нее во всем Хабирова. Ну, так, видимо, было описано сценарием. Но вот со вторым вопросом у нее совсем все непросто. Ну, будучи совсем экономистом и совсем не политиком, госпожа Гундорова, конечно, не задумалась о том, что некоторые процессы, на самом деле, несколько сложнее, чем ей кажется. И продемонстрировала тем самым восхитительную наивность в вопросе, что же нам делать, ну, на фоне вот таких вот ужасов, которые она нам живописала. Так вот, она свято верит в то, что все зло в республике исключительно от Хабирова и общая система в Российской Федерации, которой 23 года выстраивал Владимир Путин, здесь совершенно ни при чем. То есть, вот свалился к нам с неба вот этот злодей и терзает родную республику. Ну, вот примерно так это выглядит в ее восприятии. При этом, отвечая на мой вопрос, который мне было позволено задать, она прямо и однозначно заявила, что она верует в возможность создания отдельно взятой процветающей республики вокруг и в составе России, в которой все катится в тартарары, а у нас тут будет, как говорится, пятница вокруг нас все время. Вы понимаете, что то, что вы описали, это не продукт отдельно взятой команды злодеев, которая заплатила власти республики Штатастана, и это глобальный результат деятельности Владимира Путина и всего его команды на протяжении последних 20-24 лет. Верю, знаю, что можно в рамках тех, скажем так, законодательных возможностей построить свою конструкцию. Я не могу такой ответ от серьезного человека воспринимать как, ну, как бы, либо осознанный, либо сознательный, потому что, ну, любой маломальский, здравый человек понимает, что и Хабира, и вся его команда, и вообще ситуация в республике Башкортостан плотно увязаны с общероссийской ситуацией, и отделять их точно друг от друга нельзя. В общем, пытаясь войти в неспокойную семью башкирских активистов, Диллара Закуановна Гундорова в конце этой встречи заявила, что она учреждает народное правительство и начинает проводить его заседания уже с 7 ноября текущего года. Ну, вот, как бы, по вторникам, вслед за Хабировым. Ну, мне осталось так и неизвестно политическое происхождение Диллары Гундоровой. Ну, как бы, эта загадка рано или поздно точно будет раскрыта. Мне, например, стало очевидно, что какие-либо вообще даже зачаточные политические навыки у нее отсутствуют напрочь, а вот такой жанр, как «Вот я стою перед вами, простая российская баба», этот жанр уже давно не прокатывает. В общем, будем, как говорит Алексей Алексеевич, наблюдать, ждать формирования вот этого народного правительства. И лично я буду ждать ее, этого формирования с улыбкой, потому что понимаю, ну, примерно понимаю, кого же туда наберут. Общий счетчик просмотров канала «Открытая политика» сегодня показал круглую цифру – 14 миллионов просмотров. Ну, как говорится, принимаем поздравления. Но если бы еще нам за каждый просмотр платили за рекламу, то, конечно, мы бы вообще были счастливы и никогда бы не просили вас о материальной помощи каналу. Но так как мы существуем исключительно на ваши пожертвования, потому мы снова просим и напоминаем о необходимости помогать нашему каналу. Ровно настолько, насколько вы считаете возможным, деньги можно перечислить на расчетный счет, который мы демонстрируем в каждом выпуске и в описании под каждым нашим видео. Заранее спасибо. Несмотря на то, что большинство жителей Республики Башкортостан либо игнорировали этот День Республики, который случился у нас 11 октября, либо вообще об этом Дне Республики не знали, Хабиров все-таки решил отпраздновать его на полную катушку, но с самого начала что-то, ну или даже все пошло не так. Внезапное без объяснения причин праздновать пятилетие прихода к власти Хабирова, а заодно и День Республики, отказался посетить премьер-министр Михаил Мышустин. Причем, судя по данным официального сайта правительства, в этот день у него не случилось никаких внезапно срочных дел, он, как положено, встречался с несколькими руководителями крупных государственных компаний и как бы занимался своими делами. То есть, складывается такая картинка, что в определенный момент Мишустин сказал, не, я не поеду туда, в эту Башкирию, к этому радио, что-то там нечистое, и вообще там он рассказывает, что мне четвертый раз подряд хотят один и тот же завод, как новый, впарить. Ну, это я предположил. Ну, в общем, Мишустин не приехал. И даже прибывший вместо Мишустина вице-премьер Новак настолько сократил свое пребывание и общение с башкирскими чиновниками, что не остался даже на вручение коммунальной техники отличникам ЖКХ и преуспевающим в этой отрасли. Новак демонстративно развернулся и улетел обратно в Москву. Ну, и еще весь день шел дождь, отчего тщательно разученное выражение счастья на лицах бюджетной массовки на Советской площади периодически менялось на гримасу страдания и даже отвращения к происходящему. Хотя им было положено изображать радость и счастье от того, что им позволено присутствовать на этой замечательной площади в такой торжественный день. Хабиров, тем не менее, изо всех сил изображал веселье и гостеприимство. С президентом Абхазии он заложил строительство колоннады на набережной Уфы. Вот Ради Фаритович, он упоротый сказал колоннаду построю, построит. Вот как бы в каждом дворе не появилось. Далее с премьер-министром Белоруссии, дорогой Ради Фаритович, уже в четвертый раз открыл завод Амкадор по производству малых сейлок и дальше переместились, значит, к самому вкусному, открытию парка Аксакова. Собственно, парк был готов буквально накануне, там не везде еще оторвали полиэтилен и почистили монтажную пену, но уже его открыли для посетителей именно в День Республики. Хабиров заявил по поводу парка Аксакова, что это еще один наш подарок людям. В этот момент где-то за пеной Хабирова не в кадре, в кустах, звонко рассмеялись трое – Арутян, Абавян и Аропетян. В общем, им тоже нравится делать такие подарки уфимцам. Дорогой Ради Фаритович, это я уже обращаюсь к главе региона, а можно мы, налогоплательщики, в следующий раз сами себе выберем подарок на 250 миллионов рублей, которые, в общем-то, будут оплачены из наших карманов, из нашего бюджета. Может быть, мы захотим асфальт поровнее, может быть, нам захочется побольше и почище автобусов в городе. Или даже, рискну предположить, вдруг нам захочется тариф на отопление снизить, а у нас вот такие вот деньжища где-то завалялись. В общем, конечно, вот эта возмутительная фраза Хабиров, вот он реально, когда он говорит «мы решили», «мы ходили», «мы смотрели», он имеет в виду только себя. Он к себе на «мы» обращается. А еще он действительно свято уверен, что бюджет – это его деньги. И вот построив парк или там немножко почистив дорожки, он делает какой-то неимоверный подарок гражданам. Граждане, естественно, должны валяться в ногах со словами благодарности. Он правда не понимает, что бюджетные деньги – это не его деньги. Вот я, честно говоря, не понял. Весьма странные движения тел произошли у нас в нашей башкортостанской элитке на минувшей неделе. Внезапно и без всякого объяснения причин Вилорий Угаров отказался от мандата депутата Государственного собрания, который, собственно, получил всего месяц назад. Вот не могу понять, что произошло. Напомню, Вилорий Петрович Угаров долгие годы был руководителем самого хлебного, самого жирного муниципалитета, за исключением Уфы, Уфимского района. Еще со времен Хамитова Угаров управлял этим районом. Ну, дальше, вот совсем недавно он покидает пост главы Уфимского района, его меняет на этом посту Ельников. И Угаров уходит не в опалу и никуда-нибудь, он уходит в заместители министра ЖКХ. Там отсиживается тихомирно, не слышно его было вообще, не полслова, примерно полгодика. Потом уходит через списочный состав Единой России в госсобрание Курлута Республики Башкортостан. В принципе, всегда эта схема была абсолютно стандартной для чиновника, который отработал свое на своем посту. Ему хватает, он нормально. Уфимский район хлебный, повторюсь. Все, Вилорий Петрович вроде как отъехал на заслуженный отдых и будет там тихонько сидеть в госсобрании, ничего не делать, руку по команде поднимать и получать там зарплату, а может быть она ему уже не нужна. И зачем был тогда вообще весь этот цирк с выборами, перемещением его в замминистра и так далее. Есть, конечно, одна такая внезапная мысль. Возможно, Вилорий Петрович обналичил Нобелевскую премию за успехи управления пригородными муниципалитетами и решил, как говорится, пожить для себя. Съехать куда-нибудь в Черногорию, в Турцию или может быть даже в Австрию. Потому что я нисколько не сомневаюсь, что что-нибудь подобное там у него имеется, а при этом в никакие санкционные списки он до сих пор так не попал, например. То есть теоретически экс-глава Уфимского района спокойно выезжает при наличии визы и паспорта в любую страну мира и там спокойно, как говорится, доживает свои дни. Так что это единственное предположение, которое мне пришло в голову. Потому что делать столько сложного и вдруг через месяц отказаться от мандата. Зачем? А вот карьера Рустема Ахмадинурова неуклонно пошла под откос уже давно. Напоминаю тоже немножко ретроспективно его путь. Вернувшись в республику Башкортостан из Красногорска, куда он сбегал из Уфы, окончательно здесь, значит, разругавшись с хамитовской командой, так вот возвращался из Красногорска Ахмадинуров в обозе Хабирова. Ну, он был буквально окрылен перспективами, ну, с таким-то, как говорится, попечителем, желающим что угодно. Реально Рустем Ахмадинуров рассуждал о том, каким бы министром мне стать, образование или, например, экономики. Ну, прям такие рассуждения были. Но в конечном итоге стал он всего лишь, ну, депутатом госсобрания, это понятно, это каждому дарит, кто приглянулся, но еще он стал руководителем исполкома Единой России. Значит, и пробыл на этом посту некоторое время. Мне известны некоторые пикантные подробности того, как Рустем Ахмадинуров управлял исполком Единой России, но это точно в эфире рассказывать нельзя. Но факт остается фактом, что когда он уходил с поста руководителя этого подразделения единороссов, там, значит, в офисе Единой России рвали баяны как не в себя от радости, потому что, ну, реально он совсем уже, вот, прямо совсем всех. И Ахмадинурова переместили в госсобрание, сделали его вице-спикером, там, вторым или третьим человеком после Толкачева, вице-спикером по линии Единой России. Сидел спокойно, он там долго, ну, весь срок, получал очень приличную зарплату, 1500, плюс всякие льготы, автомобили, кабинеты, билеты и так далее, и так далее. То есть, вообще, тепло сиделось Ахмадинурову, и вы должны понимать, исходя из того, кто на самом деле этот Рустам Ахмадинуров, то для него это действительно было великое счастье. Но даже к концу вот первого этого своего депутатства Рустам Ахмадинуров настолько, видимо, разочаровал собою Радия Хабирова, что он на второй срок его не оставил вот на этой должности, повторюсь, хлебной должности. И Ахмадинуров стал сейчас рядовым депутатом госсобрания. Ну, как бы, это же трагедия. Он же нигде больше ничего не зарабатывает. Он даже насхематозить не способен. В общем, остался Ахмадинуров без зарплаты, стал хищно поглядывать на фамильное серебро, жить-то пить-то как-то надо, но тут Хабиров сжалился и выдал ему ставку помощника главы региона по спорту. В этом тоже есть какая-то демоническая ирония, потому что, заканчивая свою карьеру в Красногорске, Ахмадинуров руководил там футбольным клубом «Зорки». Ну, настолько он прекрасно и замечательно руководил этим футбольным клубом, что когда он перебрался в Уфу, за ним из Красногорска сюда приехала следственная бригада, которая оценивала остаточное состояние бюджета вот этого самого футбольного клуба «Зорки». Ну и, естественно, следственная бригада приехала поинтересоваться у Рустема Ахмадинурова, как же так замечательно он управлял этим футбольным клубом. Ну, правда, тогда общение следователей с Ахмадинуровым до конца не состоялось, вступился Хабиров. Но сейчас опять спорт, согласитесь, симптоматично. Как обычно, сегодня у нас подборка урожая правоохранительных органов, которые на минувшей неделе тоже собирали свою корзинку, особенно отъявленных негодяев из числа команды Хабирова. Вот, например, управление Федеральной антимонопольной службы выявило сговор нефтекамской мэрии с поставщиками светильников для городского освещения. Ну, да-да-да, именно те самые светильники «Башлайт» и именно та нефтекамская администрация. Не удивляйтесь, у нас все светильники в Башкирии «Башлайт». Антимонопольщики установили, что хитро сделанная мэрия имени клана Мавлиевых взяла большой контракт, который собиралась заключить на поставку вот этих светильников и разбила этот контракт на 20 маленьких. Чтобы избежать некоторых сложностей закупочного законодательства. Потому что маленькие контракты, их значительно проще спрятать, организовать и провести. Ну, дальше. Торговый дом «Башлайт» с успехом выигрывает все 20 этих маленьких контрактиков. Ну, могли бы хотя бы для достоверности один контрактик кому-нибудь другому отдать. Нет, разбили на 20, все 20 выигрывает торговый дом «Башлайт». Время, которое потребовалось для подачи заявок на все 20 конкурсов, как выяснили антимонопольщики, составило всего 13 минут. Ну, то есть сидел такой «Башлайт», ничего не знал, бах, в компьютере пропищало. Смотрите, о, конкурс на поставку светильников. Очень удачно. Друзья, мы же тоже занимаемся поставкой светильников. А не поучаствует ли нам в 20 конкурсах сразу за 13 минут? Фу, ну, я говорил про компетенции нефтекамских вот этих вот схематозников, которые сейчас благополучно перекочевали в Уфу. Так что рано или поздно они сгорят на этом всем. Но есть еще одни интересные детали вот в этом самом контракте, который случился в Нефтекамске. Есть две структуры. ООО «Башлайт» и торговый дом «Башлайт». ООО «Башлайт» как бы занимается производством вот этих как бы светильников. Но не торгуют ими не вообще, а торгуют им торговые дом «Башлайт». И вот эта проскладка, по сути, которая принадлежит одним и тем же людям, может быть, по факту это не так, но по сути это точно так, вот эта прокладка собирает на себя всю прибыль вообще всей этой системы предприятий. То есть сам «Башлайт», который производит, он где-нибудь там на уровне нуля. А вот у торгового дома должна быть прибыль, она у нее точно есть. Потому что торговый дом покупает в «Башлайте» по 7300, эти светильники, 7300 рублей. Ну, то есть продавать ниже себестоимости запрещает закон, соответственно, значит, вот это ООО «Башлайт», в принципе, ну, должно было получить прибыль. А продает торговый дом «Башлайт» нефтекамской мэрии, и, видимо, продает он же сюда в Уфу вот эти 44 тысячи светильников уже по 11400 рублей. Ну, посчитайте разницу. Она составляет 50% к исходной цене. И, ну, собственно, возникает вопрос, в те же деньги нам обойдутся 44 тысячи светильников в Уфе уже, или в большие деньги? Ну, я вообще однозначно полагаю, что вот эта история с нефтекамской закупкой и впоследствии с заключением энергосервисного контракта, абсолютно точно эта история достойна того, чтобы ее начать расследовать не в Уфасе, а в каком-нибудь более серьезном правоохранительном органе, например, в МВД или даже в ФСБ. Там точно, на мой взгляд, будет состав преступления. А вот в управлении капитального строительства Минстроя Республики Башкортостан, то есть структура, которая, собственно, занимается строительством школ, детских садов и многих других социальных учреждений, так вот в этом замечательном предприятии прокуратура вновь выявила систематические и, возможно, коррупционные схемы при реализации национальных проектов. Выявлено нарушение сроков сдачи объектов, грубые ошибки проектирования, зачастую которые приводят к ущербу для бюджета и прочие-прочие злодеяния. И что? Ну, выявила прокуратура. Выявила и что? Что дальше? Дальше. Дальше, видимо, одногруппница Артема Ковшова, Инна Иксанова продолжит руководить этим самым УКСом в том же самом ключе. Зачем тогда, спрашивается, выявляли? Если вы утверждаете, что там грубейшие нарушения, что там что-то там с финансами не так и так далее. Ну, все, давайте уголовное дело заводить. УКС – это у нас очень крупный игрок на рынке строительства. А еще у нас опять спалился Рустем Авзалов. У него уже сейчас идет суд над ним за злоупотребление Авзалова в должности мэра Сибая. Тогда они что-то там с Жульковым нахимичили с асфальтированием Сибая. Теперь же его прихватили уже по линии Министерства туризма и содействия предпринимательству, которое он возглавляет. Авзалов, по мнению следствия, допустил многочисленные нарушения при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в том числе финансовых нарушений. В частности, эти нарушения были зарегистрированы в ходе работы центров «Мой бизнес», которые курирует Авзалов. Ну, может быть, Рустем Ахмедкаримович слишком буквально понял название этих богоугодных заведений. Ну, подошел, прочитал «Мой бизнес». О, класс, это же «Мой бизнес». Вообще, конечно, капец. Ну, вот что странно. Авзалов работает в Сибая по итогам уголовное дело. Авзалов повышают и делают министром. По итогам, значит, скандал на скандале, и вот выявляются нарушения, в том числе финансового характера. Но тут у Хабирова два варианта. Либо полностью избавиться сразу от него, вот сейчас, либо уже делать его там вице-премьером, премьер-министром, а потом еще вообще на свое место посадить и сделать главу республики. То есть тут вариантов нет. В серединке Авзалову точно не остаться. В России бытует устойчивое мнение, что все вопросы, связанные с судами, силовиками и прочими юридическими процессами, можно и нужно решать через взятки и всевозможных решальщиков. Ну, безусловно, конечно, что небезосновательно это утверждение, это убеждение. Мы сплошь и рядом видим коррупцию и в рядах правоохранителей, и в судебном корпусе. Чего уж там стоит дело золотых прокуроров и не менее золотых гаишников в нашем родном Башкортостане. В общем, конечно, такие события веры, справедливость и законность не добавляют. Однако, абсолютно ли это утверждение? То есть при любых юридических процессах начинать давать взятки. Как тогда быть с делом Фадхулла Исхакова, который выиграл достаточно серьезные деньги, да еще у самого российского государства. При этом Фадхулла Исхаков никаких взяток никому не давал, и никаких решал там точно не подключал. А против него играли могущественные учреждения, такие как прокуратура и Минюст. Как быть с историей Айрата Мукминова, который тоже не платил никаких взяток и абсолютно четко юридически в суде обосновал отмену собственного приговора. С другой стороны, почему обильные связи и огромные мешки денег не помогли избежать тюрьмы и приговора бывшему вице-премьеру правительства Республики Беляеву и министру Кучербаеву? Почему легко и тихо не может отмазаться Авзалов? У этих-то ребят точно и денег и решал было достаточно. А еще было, например, дело уфимского хлеба и многие-многие другие дела. Я вообще, до конца не понимая вот эту ситуацию, решил пообщаться, задать вопросы выдающемуся юристу Башкирии Виталию Буркину. Кстати говоря, он непосредственно участник многих вышеперечисленных дел, потому мы эти вопросы тоже можем задать. И я на следующей неделе запланировал снять небольшое интервью с Виталием Буркиным, чтобы, ну, например, узнать, посадят или не посадят Авзалова, почему не отмазали Беляеву и Кучербаеву. И вообще, как работает вот эта сфера судов и уголовных дел, которые касаются чиновников и бизнесменов. Вот это вот будет такая специальная тема. Если у вас есть вопросы к Виталию Буркину, можете их адресно написать в комментариях вот под этим нашим сегодняшним видео. Я постараюсь их передать ему. Так что где-нибудь в середине следующей недели ждите специальный выпуск. Буквально на днях около Ишимбайского военкомата бдительные стражи порядка задержали мужчину с гранатой РГД-5. Ну, граната оказалась в этот раз учебной, а мужчина оказался в недавнем прошлом клиентом психиатрической больницы. Однако странно, что Хабиров не воспользовался случаем полетать на вертолете и грудью защитить покой и жизни граждан. Но опять же, граната ради Фаридовича, пора было ехать. А может быть, он и внял моим мольбам и перестал слушать советы Прочаковской. Тут, как говорится, одно из двух. А вот странности в кинотеатре Родина, в городе Уфа, будут покруче, чем вот эта история с поддельной гранатой. В единственном государственном кинотеатре Уфы, кинотеатре Родина, он, напомню, подчиняется и принадлежит Министерству культуры республики, в этом кинотеатре происходят совершенно мистические события вокруг мультфильма, изготовленного при участии Камиля Бузыкаева и даже озвученного лично Хабировым. Так вот, странности эти такие. Желающие сводить детей на мультик родители сообщили мне, что билеты практически невозможно купить на этот мультфильм. Но при этом залы кинотеатра все время полупустые или совсем пустые, и это со слов работников кинотеатра. Вот скажите мне, зачем было выкупать сотни билетов и не ходить на сеанс? Но мы же помним, что кинотеатр Родина – это МУП Минкультуры, а Министерство культуры не может доложить дорогому Радио Фаритовичу, что на мультик с его озвучкой, его священной и гениальной озвучкой, на этот мультик никто не пришел. Или пришло на очень мало народу. Да и, собственно, у Бузыкаева наверняка там какие-нибудь роялти вводятся в этом проекте. Так что, ну, вот такое предположение у меня появилось. Единственное, чего я не понимаю, они действительно готовы оплачивать из бюджетных денег фейк-просмотры вот этого мультика, будучи он хорошим или нехорошим, я не знаю, я не смотрел. Но это же из бюджета получается. В общем, тут вопросов много. Единственное, что я точно знаю, что работники кинотеатра действительно констатируют полупустые залы при полностью практически выкупленных билетах. Очень странная история. Ну и традиционная рубрика ужасы нашего городка. Одним из главных ужасов города Уфы является, конечно, ужасный общественный транспорт. Но на минувшей неделе чиновники мэрии и Министерство транспорта попробовали этот тезис опровергнуть, что говорится, с наскока. Ну и, собственно, личным примером, рано утром в 8.30 они переоделись в костюмы собственных денщиков и пошли в народ смотреть чумазые троллейбусы и китайские автобусы-погремушки. Смотреть, собственно, особенно было не на что, но государевы люди, целый начальник управления транспорта и связи мэрии Кирилл Никулин и целый замминистра транспорта Руслан Гарипов запели нестройно песенку под камеру. Дескать, прекрасен, замечателен и абсолютно идеален транспорт в республике и в Уфе особенно. Посмотрите, смотрите, автобус идет, кричал замминистра, а ему, значит, вторил начальник управления. Смотрите, а в нем и народу немного. Ну, в общем, разыграли вот такой вот спектакль, сняли это все на камеру и разместили у себя на сайтах и в соцсетях. Вот, смотрите, мы вышли, посмотрели, все в порядке. А вы, граждане, все врете. Никаких пробок, никаких переполненных автобусов не существует. В общем, видео с этими певцами, певцами счастья завтрашнего дня, вызвало буре возмущения уфимцев в соцсетях и даже на страницах Хабирова. Эти самые уфимцы, ежедневно переживающие две рукопашные схватки при перемещении на работу и с работой, в общем-то, не согласились с двумя вот этими юными певческими дарованиями и, в общем, поставили жирную двойку им. В итоге чиновники из Минтранса пересмотрели кардинально свою точку зрения и признали. Собственно, вот этот Гарипов признал, что есть еще им над чем поработать, да, есть там проблемки. Ну, а вот чиновник мэрии, вот этот самый Кирилл, остался при своем. Они все верят в то, что уфимский транспорт прекрасен, как не в себя. Вот только горожанам, ну, не холодно и не тепло от этого, значит, разногласия между мэрией и Министерством транспорта, горожанам им бы автобусы побольше и почище. В Уфе, как известно, масса ужасных и возмутительных проявлений по части застройки, особенно точечной застройки. И вот ведь какая странность. Чем ближе застройщик к теплому телу власти, тем наглее он, тем жестче нарушения он совершает. Ну, то есть, очевидно, прослеживается связь между застройщиком и властью. Он, значит, широко улыбается властям и конкретным персоналием во власти. За это ему дается некая крыша и, как бы, защита от всевозможных нападок, там, несчастных жителей или даже каких-нибудь силовиков. Вот, собственно, такую тенденцию я вижу в Башкирии в части строительства. И, кстати, о близости к власти. Неожиданно выяснилась пекантная подробность про тот скандально известный дом по адресу Армавирская, 15А, в Уфе. Ну, с которым борются там местные жители, которым там все становится плохо, которым обещали там какие-то инфраструктурные решения, а потом их отменили. В общем, там идет борьба. Так вот, про этот объект выяснилась интересная вещь. Субподрядчик строительства там – это ООО «Сальвия». А, несомненно, связанный с этим ООО, другое ООО «Сальвия Менеджмент», оказывается учреждено неким Гималеддиновым Рустемом Ниязовичем, который, барабанная дробь, двоюродный племянник Рафила Мавлиева. Ну, теперь понимаете, почему суд так быстро и эффективно изменил свое первоначальное решение, о запрете строительства на вот этом участке Армавирская 15А? Вот вам и прямой ответ. Никаких загадок. Вообще, крайне редко в наших выпусках мы касаемся каких-то международных тем, каких-то событий в других странах. Но ведь, с другой стороны, Дима Егинсон, Аббас Галямов, да и Алла Борисовна Пугачева, для нас башкортостанцев, не последние люди, забыл упомянуть. Аббас Галямов уже иноагент. Так вот, тем не менее, все они, с заключением, конечно, Аллы Борисовны, выходцы отсюда, от Башкирии, и теперь Израиль, как говорится, стал нам немножко ближе. Ну, собственно, я поэтому решил выяснить, на чьей стороне поддержка и симпатия подписчиков нашего телеграм-канала «Открытая политика», на которой, кстати говоря, многие из вас еще не подписаны. Так вот, мы провели на нашем телеграм-канале «Открытая политика» опрос, в нем поучаствовало более тысячи человек, и, к моему удивлению, большинство, 42%, оказались на стороне Израиля. И, несмотря на крики и визги, раздающиеся с Первого канала, из всех утюгов, которые занимаются пропагандой. А вот палестинцам свои симпатии отдали только 29 опрошенных на нашем канале. Ровно столько же, 29%, заявили о своем безразличии к арабо-израильскому конфликту. Ну, правда, 42% за Израиль меня реально удивили. Редактор субтитров А.Семкин